23 выпускника из Ненецкого округа поступили на целевые места в вузы Северо-Запада. После окончания высших учебных заведений специалистами они вернутся работать в родной край. Трудоустройство им гарантирует заключение договоров на целевое обслуживание с работодателями региона. В среднем через 5-6 лет в округ вернутся медики, педагоги, экологи и управленцы. По результатам целевого приема этого года за счет средств федерального бюджета окружные ребята обучаются в четырех вузах Северо-Запада. В Педагогическом университете имени Герцена, Петрозаводском госуниверситете, САФУ и Северном медицинском университете в Архангельске. Департамент образования, как и Департамент здравоохранения, так как мы понимаем, что образование и здравоохранение у нас приоритетное направление деятельности, заключили договоры. Департамент здравоохранения в свою очередь заключил 9 договоров с Северным государственным медицинским университетом. И Департамент образования в целях подготовки педагогических кадров как для села, так и для города заключил порядка 12. Через 5-6 лет по договорам, заключенным с Департаментом здравоохранения, в округ вернутся специалисты, обучающиеся по профилю лечебное дело, педиатрия и стоматология. А образовательное учреждение региона получат учителей иностранного и русского языков, литературы, истории, начального и дошкольного образования. Договоры о целевой подготовке подписали также администрация муниципального образования Юшарский сельсовет и государственный природный заповедник Ненецкий. В муниципальное образование вернется управленница, заповедник получит специалиста по экологии и природопользованию. Заключение договоров на обучение с работодателями региона – главное условие участия в конкурсе на целевые места. Второе условие – суммарный балл по результатам ЕГЭ выпускника должен превышать минимальный балл в данном ВУЗе по конкретному направлению. Новый механизм поступления в ВУЗы на целевые места действует в России с 2013 года. Ранее целевые места выделялись на регионы и абитуриенты ждали приезда межвузовской комиссии. Теперь же квота устанавливается Министерством образования и науки России в самих ВУЗах, где Министерство является учредителем. В этом году она составила 15% от общих цифр приема. Многие ВУЗы, безусловно, отрабатывают самостоятельно с количеством целевых мест и информируют население будущих абитуриентов через официальный сайт. Таким образом, ВУЗы лишь информируют своих потенциальных студентов о количестве целевых мест по тем или иным направлениям и проводят вступительный конкурс по каждому направлению. А главным условием участия в конкурсе на целевые места является заключение договора с работодателем. Причем выпускник делает это самостоятельно. Договор между абитуриентами и работодателем может гарантировать выпускнику ВУЗа трудоустройство, если это условие будет прописано в документе. Вакансии могут быть как на селе, так и в городе. И тогда молодой специалист уже сам должен решить, где он предпочитает работать. Потребности рынка труда Нинецкого округа изучаются в контексте кадрового обеспечения потребностей экономики Арктической зоны Российской Федерации. Эту работу департамент ведет совместно с Центром занятости населения. Сегодня с целью формирования уточненного прогноза потребностей экономики в кадрах организовано участие ведущих работодателей нашего региона в мониторинге.